Некоторое время назад марка Infinity, чтобы достичь экологически чистого, безопасного и инклюзивного будущего, презентовала концепцию Ambition 2030. Согласно декларации, к 2030 году большинство автомобилей японской премиум-марки получат электрические силовые установки. Для этого компании предстоит обзавестись производственной площадкой для выпуска нового поколения вольтамперных моделей. Одной из подобных площадок, где будут выпускать модели Infinity, отвечающие концепции Ambition 2030, станет североамериканский завод, расположенный в городе Кантон, штата Миссисипи. Кстати, анонсируя выбор производственной площадки, японцы также представили тизер перспективной модели. Концептуальная новинка символизирует будущее, в котором воплотится фирменный подход Infinity к современной японской роскоши с акцентом на продуманное гостеприимство и органическую интеграцию инноваций. Московский офис Infinity рапортует. Всего за два полных месяца российских продаж новый премиальный кроссовер QX55 сделал серьезнейшую заявку на статус бестселлера бренда. Кросс-купе, официально представленное в прошлом ноябре, мгновенно вызвало интерес со стороны покупателей. Своих владельцев успели найти более 300 экземпляров модели. А всего с прошлого апреля по январь включительно своих покупателей на российском рынке нашли около 2000 новых Infinity. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%. Помимо шумного дебюта нового Infinity QX55, нужно отметить и неснижающуюся популярность флагманского внедорожника QX80. Несмотря на глобальную проблему нехватки полупроводников и некоторые задержки с производством, российские продажи QX80 все равно превысили результаты прошлогодних 10 месяцев. А локомотивом продаж продолжает оставаться модель QX50. При этом уверенный старт кроссовера QX55 и скорый дебют QX60 второго поколения позволяют рассчитывать на то, что уверенный финиш в 2021 финансовом году плавно перейдет и в новые рекорды года наступившего. Напомним, что японские компании заканчивают финансовый год не в январе, а в марте. Так что не стоит удивляться подведению итогов и объявлению планов со стороны премиум бренда именно сейчас.